Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике я хочу вам подробно рассказать и показать на своем примере, вживую, лично, как можно построить офигенный, небольшой, на минималках, дачный домик, утепленный своими руками. Размером 2,45 на 6 метров. Высота, кстати, у него 2,65. Это сделано специально под перевозку на манипуляторе. Давайте кратко. Сначала немножко будет чуть-чуть теории, затем основная жирная часть, и затем уже подведем итог. Домик. Почему именно таким размером? Его легко перевозить на манипуляторе. Можно собрать у себя, у дома, у друга, на участке, на площадке, на производстве. Собрать для себя. Можно собрать на продажу. То есть домик 6-метровый. Можно поделить комнатки слева кухня, справа спальня, посередине душ, либо две спальни по центру кухня и так далее, и так далее, и так далее. Во-первых, для тех, кто хочет максимально полноценно окунуться во всю эту часть, посмотреть какие-то детали, друзья, я всех зову в телеграм-канал. Заходите, смотрите. Там много вестей с полей, когда мы его строили. Каких-то моментов, показов, подсъемов. И также, друзья, кому понравится этот проект, в описании под роликом есть ссылка на этот проект. Переходите, ознакомливайтесь, потому что проект максимально удачный. Я уверен, многим кому зайдет, и у меня уже есть зрители, которые спрашивали, можно ли его переделать в 3х6, кому-то надо чуть побольше на участке. На основе этого проекта без проблем можно переделать в 3х6. Добавляется буквально пару стоек, и немножко на 2-3 доски увеличивается объем пиломатериала. Поэтому, друзья, вам желаю приятного просмотра. Сегодня у нас большой ролик с нуля, от начала стройки каркаса до вот такого финишного завершения, где все работает, окошки, двери, электрика, все полностью функционируется, домик готов. Еще раз вам желаю приятного просмотра, и поехали. Итак, друзья, поехали по порядку. Весь каркас будет построен из доски 50 на 100. Сначала собираем обвязку и напиливаем все заготовки. Тут отлично выручает проект домика, так как все элементы можно напилить заранее, перевести на газели, на прицепе, на свой участок и спокойно собирать. Обвязка у нас будет из пакета досок 50 на 100. Пакет досок работает лучше, чем брус. Его легче собирать, особенно в одну каску. Сначала собираем внешний контур. Крепимся на саморезы 6 на 90, чтобы плотно притянуть доску. Также предварительно расферливаем углы, чтобы доска не треснула. А затем все будет пробиваться гвоздями. И переносим на свое место. Собираем полный пакет досок, чтобы выглядело все елочкой. Выставляем обвязку по уровню. И далее собираем лаги пола из доски 50 на 100. Проект домика сделан очень хитро. Достаточно выставить лаги пола на свои места по размерам. И на основе пола уже можно спокойно собирать стены и крышу. Без лишней разметки. Сразу после лага пола начали сборку задней стены. Она тут глухая. Состоит из двух лежней, стоек и укосин. Укосины тут из доски 25 на 100. Все сколотив, поднимаем стену на свое место. В передней стене уже делал разметку. Так как задумана по центру дверь. Дверь тут метр на 2,10. Но это дверной проем. А слева и справа по центрам задуманы окна. Окна планируются 600 на 600 миллиметров. Высота задней стены получилась где-то 2 метра 10 сантиметров. А передней 2 метра 30 сантиметров. Но более точные размеры есть в проекте. А проект есть по ссылке в описании. Боковые стены мы поштучно добирали досками. И сразу закидали все стропила. Закрепили две лобовых доски. Снизу и сверху. И вот уже готовый каркас домика готов. Обрешетку на крыше делал из доски 25 на 100. Под шаг ОСБ плиты 9 миллиметров. Так как планируется гибкая черепица. Шаг делал таким образом, чтобы на каждый лист ОСБ приходило 4 обрешетки. Каркас готов. Переходим к отделке пола. Прокатился до магазина и закупил прицеп утеплителя. Тут будет пеноплекс комфорт. Им утепляться будет весь домик. Во-первых, это удобно. Даже если пойдет дождь, то пеноплексу он не страшен. У него нулевое водопоглощение. Во-вторых, утепляя таким материалом, мы автоматически уходим от всех пленок. Пеноплекс не пылит. Фароизоляция и ветрозащита нам не нужна. Ну и материал экологичен. В нем не растут грибы, бактерии и растения. Отлично применяется в строительстве. Да и даже просто в жизни. Для ознакомления ссылку оставлю в описании. Раскладываю утеплитель между лагами. Под лаги была заранее набита обрешетка 25 на 100. Шаг лаг 600 мм. Поэтому чуть-чуть срезаю шип у пеноплекса и укладываю в проем. В дальнейшем все зазоры запеню монтажный пен. Зазор запеню монтажный пеноплекса и укладываю в проем. Перехожу к обрешетке пола. У меня в наличии была доска 25 на 150. А так по проекту вписал доску 25 на 100. Ее тоже будет достаточно. Кидаю обрешетку как и на крышу. Чтобы под каждый лист ОСБ плиты было 4 доски. При необходимости наращиваю доску прямо на лаги и пробиваю все гвоздями. Далее накидал ОСБ 9 мм и пробил все с пистолета на 32 ершоный гвоздь. И вот пол готов. Можно двигаться дальше. Начал с задней стены. Тут тоже планируется гибкая черепица. Будет такой необычный образ, где стена переходит плавно в крышу. Делаю также обрешетку из доски 25 на 100 под листы ОСБ. Далее начал обшивать боковые стенки. Использую вагонку Штиль шириной 140 мм сорта А. Бью на финишный гвоздь ГА-16. Потом в дальнейшем еще все углы прокручу на желтые саморезы 40-45 мм. Вагонка у нас будет отделана левая и правая сторона. А также передняя сторона со свесами. Спереди, кстати, мы попытаемся сделать что-то в виде арки. Далее все увидите. Сделав три стены и зашив заднюю стенку и крышу в ОСБ плиту, пока капал дождь, занимался внутрянкой. Утепляю все стены пеноплексом 50 мм. Для летнего домика такого утепления за глаза. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и даже 50 мм толщиной уже будет держать тепло внутри дома. Вставляю утеплитель во все стены и потолок. А затем пропениваю швы. Пока погода дает добро, занимаемся дальше фасадом. Задняя стенка и крыша будет сделана в ламинированную черепицу Деки Пай Драгон. Еще ее называют Драконий Зуб. Цвет у нас голубика. Выглядит достойно. Черепица выделяется среди других производителей. Это площадью гонта. Он тут на 20% больше. А значит, монтаж проще и быстрее. Отходов и гвоздей меньше. Ну и крыша красивее. Черепицу начали монтировать сначала на стену. Бью тут по 7-8 гвоздей в каждый гонт. Монтируется очень легко, только успевай подавать. На крышу мы сначала раскатали подкладочный ковер. Первую волну ковра спустили на стену, чтобы стык стены и крыши был лучше загидроизолирован. Ковер в размер нарезали на земле. А потом уже закидывали на крышу. И далее по такой же схеме забили всю кровлю. Шли аж в 5 рядов, только успевай накладывать. Вид получился очень сочный. Теперь уходим во внутрянку. По стойкам кидаю обрешетку из доски 25 на 100. Отделка тут планируется из инженерной плиты квикдек. Плиты небольшого размера и, кстати, удобно перевозить в своей машине. И шаг обрешетки делаю таким образом, чтобы под каждую плиту приходило 3 доски. Сделав обрешетку, начинаю протягивать всю электрику. На розетке кабель здесь 2х2,5 квадрата, а на свет 2х1,5 квадрата. В каждой комнате будет по 2 розетки. И везде будет свет. И даже освещать фасадную зону. После электрики начал крепить инженерную плиту квикдек. Работать с ней легко. Плиты малого формата, небольшой вес. Располагать буду вертикально. Наношу ПВА клей D3 прямо на обрешетку. А затем креплю инженерную плиту и пробиваю финишным гвоздем. Гвоздик практически не видно. Также заранее рассверливаю отверстие и вытягиваю проводку под розетки и выключатели. Следующую плиту дополнительно промазываю ПВА клеем в шип паз, чтобы стена была едина. И в таком порядке делаю отделку двух стен и потолка. Получится очень красиво и необычно. Продолжение следует... Когда сделали инженерную плиту, боковые стены забили вагонкой штиль. И вот такой необычный дизайн у нас получился. На двух стенах и потолке буквы П у нас инженерная плита квикдек, флагстав. А по бокам вагонка штиль. В другой комнате зашили также стену пэшкой, но уже строительной плитой квикдек плюс. И также две стены вагонкой. Далее начали устанавливать окна и двери. Окна тут 600 на 600. Имеют открывание и проветривание. Продолжение следует... Затем установил всю чистовую электрику и все проверил. Так, размотали катушку от розетки и подключили сейчас питание к дому. Так, друзья, сейчас мы проверим электричество. Подключили катушку. Покажи зрителям катушку. В одной кабель. Катушка у нас Ресанта. Всегда не экономьте. Берите 3 на 2,5 удлинитель себе и будет все нормально. Так, давайте пробежимся по питанию. Домик запитан. Сначала проверим розетки уличные. Возьмем только болгарку. Имеет. Давайте сюда. Так, я сейчас включу выключатель. Освещение уличное. Лево-справо. Горит? Горит. Так, теперь сюда внутри. Освещение внутри. Раз. В эту комнату. Есть? Есть. Розетки. Раз. Давай. Два. Выключилось. Нормально, нормально. Она снимает после пальца нажми. Так, в этой комнате свет есть. Разветочки. Раз. Два. Все отлично. Вот так выглядит электроаппификация домика. Проверяйте все сразу. А так в будущем можно будет завести в водной кабель, который дойдет в развайку. В землю его закопать. И все, домик будет питаться. Так, мы начинаем зашивать внутренние стены. Так что едем дальше. Ну и осталось прокрутить углы на саморезы. Доделать выступ мини-террасы из сухой строганной доски. И закрепил лобовую доску из вагонки. И вот, друзья, готовый результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, давайте немножко подведем итог. Примерно не спеша за недельку мы собрали этот домик. То есть, если вы будете заниматься сами или с соседом, с другом, с товарищем, и у вас все материалы будут на месте, вы можете даже его собрать там за 3-4 дня под веселую музыку и настроение без проблем. Главное, чтобы все материалы были на месте. То есть, каркас построен из доски 50 на 100, фасад у нас из вагоночки штиль, крыша и задняя стенка изгибкой черепицы. Все материалы более заменимы. То есть, имея на руках проект, друзья, вы можете отсортировать, где-то уменьшить цену на материалы, потому что не всем подойдет, как тут черепица, драконий зуб. Кому-то будет бить по карману. Окей, можно в два раза эту цену разделить, взять попроще какую-нибудь соту. И так далее, и так далее, и так далее. Можно играться, что-то заменять. Поэтому, кому понравится домик, я всем рекомендую рассмотреть проект. Это ускоряет работу, экономит деньги. И сколько вышел полностью этот домик, окончательная себестоимость, я опубликую в телеграм-канал. Переходите по ссылке, я сделаю пост, вот такую фотографию. Сколько обошлось сделать такой домик в таком формате, себестоимость будет в телеграм-канале. Поэтому, кому интересно, подключайтесь. Ну, а так, хочу сказать, получилось довольно хорошо. Смотрится эффектно. Вот, как бы, решение с бруском, да, конечно, это доп траты. По сути, один брусочек где-то в среднем 150 рублей. К тому же, он сухой строганный. Тут где-то вышло 10 брусков, 12 брусков. То есть, умножаем на 15, это уже там 3000 рублей на декор. Возможно, можно было бы сделать это рейкой. Но так смотрится массивно, интересно, жирненько и привлекает хорошо народ. Поэтому, всем рекомендую присмотреться. Я считаю, что это идеальное решение для старта на участке. У вас есть уже крыша под головой. В одной комнатке можно переночевать. В другой устроить склад, хозблок, хранение инструмента. По центру можно сделать душек. Начали строить дом. Допустим, наняли какую-то бригаду. Ребятам есть где расположиться. Поспать, поесть, покушать, спрятаться от непогоды. Ну и также, даже просто семьей, если вы приехали, можете отдохнуть. Пожарить шлычки. Провести полезное время. Можно добавить в будущем террасу. Поставить столик. То есть, накрыть дополнительно крышу из поликарбоната. То есть, домик такой позволяет фантазировать, импровизировать и увеличивать полезное пространство своими руками, как кому удобно. Поэтому, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поставьте лайк. Напишите комментарии, пишите вопросы. Постараюсь всем ответить. Переходите в телеграм-канал. Изучайте проект. Также по ссылке есть много других проектов, которые вам могут подойти. А с вами был Сергей. Это канал Домашний Мастер. Надеюсь, был полезен. Хорошего вам дня. Отличного настроения. Строитесь, не ссыте, не бойтесь своими руками. Все у вас получится. Всем пока-пока.